Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня не погодка. Говорят, что в Украине что-то горит. В общем, может карантин это еще, знаете ли, коронавирус. Не самое стрёмненькое, что происходит. Но я как человек оптимист, все-таки не намерена думать о чем-то плохом. Гарью воняет, дождь льет. В общем, вселенная вопросы решает. Я сегодня хочу с вами прокатиться. Боже, как же камера искажает. Делает реально такой огромный руль. И сегодня хочу поговорить с вами о бизнесе, потому что давно с вами о нем не говорили. А уже как бы есть что-то обсуждать. Уже видно, что произошло на самом деле, с кем что произошло. Но, конечно, руины будем наблюдать после. Итак, поскольку я не могу обсуждать большой бизнес, потому что мало в нем соображаю. И не совсем понимаю, что там у кого на самом деле происходит и кто на чем зарабатывает. Я могу с вами поговорить о маленьком бизнесе. О маленьком бизнесе ситуация следующая. Что я вижу? Ну, первое, я вижу, что компании, если мы говорим, например, о том, кто еще как-то может работать, а в частности это что-то связано с едой, с ресторанами, там, и с кем-то, кто производит еду, по сути, все переформатировались на доставки. И уже понятно, что эти доставки не позволяют компаниям выживать, то есть зарабатывать какие-то деньги. Но все пытаются сохранить какой-то ключевой состав сотрудников. И я недавно проводила первый прямой эфир с одним из предпринимателей в Инстаграм. И мы говорили о том, что всех сотрудников, которые сократили, сотрудники по факту сами виноваты. Потому что если вас сократили, то это показатель того, что вы не очень-то нужный человек. И это нужно наемному сотруднику всегда понимать, что вы обязаны быть нужным человеком. И вы обязаны все время работать над собой, быть полезным максимально, если вы хотите, чтобы ваше место всегда за вами сохранялось, и ваша компания была готова напрягаться для того, чтобы оставить вас. Потому что компании реально нужно напрягаться, придумывать, как заработать деньги для того, чтобы вы остались. Вот с ресторанами это происходит, потому что большинство ресторанов, которые остались работать на доставке, они работают исключительно на зарплаты тех людей, которые там есть. То есть бегут для того, чтобы бежать, для того, чтобы спасать этих. А прибыли никаких, никакой речи не идет. Момент второй. Очень правильно я считаю, что если вы понимаете, что вы в данной ситуации ничего не можете поделать, и вы по сути ничего не можете предложить рынку сейчас, то есть у вас связаны руки, то самое время сейчас, конечно же, задуматься о смене структуры компании, или продукте компании и так далее, и так далее, и так далее. Потому что неизвестно, что будет дальше, неизвестно, когда закончится карантин, и неизвестно, как часто сейчас это будет повторяться. Поэтому необходимо свою компанию сейчас перестроить таким образом, или свой бизнес, или вообще в корне свой продукт, или самому перестроиться таким образом, чтобы понять, новые реалии, они таковы. Момент номер три. Однозначно уже понятно, что если вы можете работать в онлайне, вы должны работать в онлайне. Если у вас есть какие-то шоурумы, магазины, одежды и прочего, что и до этого момента, вот до того, когда все началось, не особо-то приносило денег, не стоит себя тешить иллюзиями, что оно начнет приносить это после. Не начнет, поэтому съезжать нужно немедленно, немедленно нужно придумывать новые сервисы. Сейчас люди, заметьте, поменялся поведенческий фактор, сейчас люди уже гораздо более приучены к тому, что им все привозят домой, поэтому, возможно, эта модель для вас будет гораздо более подходящей. Больше вложиться в онлайн, сделать более интересные свои страницы, сделать более интересные свои магазины и так далее, и так далее, но переформатироваться в онлайн и даже не рыпаться в оффлайне. Еще один важный фактор, который сейчас делают хорошие компании, это то, что те люди и компании, которые не могут работать, дать своему клиенту непосредственно продукт, они дают ему хороший контент. И сейчас самое время для своего клиента давать здоровский, классный контент. Есть рестораны, например, опять-таки это хороший такой пример, которые приняли решение для себя не открываться, не париться с доставками, потому что для них овчинка выделки не стоит, но они делают потрясающий контент, хорошего качества с рецептами, еще с чем-то, тем самым работая со своим потребителем и придерживая их фокус внимания. Ведь вы должны понимать, что когда проходит месяц, два, три, люди попросту о вас забывают и вспоминают о тех, кого они увидели. Поэтому быть сегодня на виду у своего клиента крайне важно. Не забывайте, пожалуйста, об этом и будьте на виду у своего клиента. Если говорить о совсем маленьких афишечках, что вам хочу сказать? Ну, во-первых, например, мой салон, где я крашусь, почему-то не сам, но я обратилась в салон и написала, можно ли мне получить коктейль, и мне собрали коктейль, продали коктейль по абсолютно нормальной стоимости, сразу на два окрашивания, и таким образом мы с моим салоном поддерживаем отношения. Моя любимая бравистка Симоночка. Муа, я знаю, котик, что ты смотришь мои видео. Мой котик тоже собрал, это, кстати, прекрасный пример, в Инстаграме у меня есть Симона Броуз, обязательно на нее подпишитесь. Она занимается молекулярным восстановлением бровей. Она делает охрененные брови в Луцке, и она приезжает в Киев. Раз в месяц она стабильно приезжает, и неделю здесь работает. Так вот, нет ее уже долго, естественно, и наши брови все страдают. Она собрала наборы, она их продает, я получила, наверное, как любимая клиентка, не буду говорить, что с ее клиентками она их дарит им или продает, я получила в подарок от нее набор для окрашивания бровей с кисточкой, со спа-процедуркой, со всеми палочками, дисками и так далее, и видеоинструкцию, которую она специально записала, как этим пользоваться, где она сама показывала нам, как красить брови. Я сегодня, кстати, делала это в первый раз, сама красила себе брови. Она записала такое душевное видео. Это просто было, вот-вот настолько, ну, ты сама, мое солнышко, такой вот светлый человек. И я смотрела это видео, я понимала, что клиентки Симоны будут любить ее еще больше, потому что не любить невозможно. Поэтому сейчас вы можете своим клиентам оказывать знаки внимания, знаки поддержки. Я не говорю, что вы им все должны дарить, нет. С удовольствием куплю для того, чтобы самостоятельно себе что-то сделать, но чтобы не остаться страшной, неухоженной, потому что это очень сильно на женщину влияет. Я понимаю, что я из тех женщин, которые каждый день что-то снимают, каждый день находятся в кадре, и я каждый день делаю себе укладки, крашусь, одеваюсь, еще и в свет выхожу, по крайней мере, в свою машину. Я понимаю, что далеко не у каждого есть такая потребность, но я прошу вас, для того, чтобы быть в ресурсе, крайне важно за собой следить, за собой ухаживать, и даже дома выглядеть привлекательно, иначе очень сложно о чем-то думать, что-то работать, придумывать, генерировать, поскольку ты находишься в таком расслабончике. По сути, уже понятно, что апокалипсис наступил наполовину. Не до конца понятно, что мы будем делать, когда все откроется. Точно ясно, что откроются не все, но то, что мы уходим в момент минимизации своих затрат и уходим в момент максимального общения, любви, взаимоотношений крепких с нашим клиентом, и даем ему максимальную ценность, полезность, и учимся с ним выстраивать отношения даже на расстоянии. То есть наша задача, что если клиент сегодня не может приехать и воспользоваться нашей услугой, то он может эту услугу получить на расстоянии, пусть даже собственноручно. Это крайне важно. Повторяю миллиардный раз. Меньше смотрите новостей. Очень сильно воздействуют, стараются воздействовать на сознание людей. Меньше думайте о том, каким образом вы будете спасать мир, а спасайте себя. И помните о том, что ваши клиенты в бизнесе – это обычные люди. Это просто девочка Оля, у которой есть такой же ряд обычных совершенно проблем, которые есть сегодня у каждой девочки. Что мне делать с моими волосами, что мне делать с моими бровями, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать с моими детьми и как мне их занять. И это, кстати, тоже большая проблематика. Как занимать детей. Пока еще никто не предложил мне какого-то варианта онлайн, кроме тренеров, с которыми занимаются мои дети, о том, каким образом мои дети могут какое-то время делать что-то без меня. А если у вас есть, кстати, какие-то варианты, пишите об этом. Вот, собственно, и все. Если у вас есть какие-то классные варианты, вы что-то сделали очень клевое, давайте этим поделимся под видео. Напишите и расскажите. Можете, если не хотите писать здесь, можете написать мне в директ, показать, я расскажу о вас. Мне тоже хочется быть вам чем-то полезным, правда. И если у вас есть какие-то крутые, интересные лайфхаки, что-то такое, что вы предлагаете, пишите, буду стараться поддерживать. Сейчас, кстати, в Инстаграме хочу проводить эфиры с включением своих подписчиков, когда вы становитесь гостем прямого эфира, и мы можем с вами общаться. Так что подписывайтесь в Инстаграм, возможно, будем общаться там с вами вживую, делиться, помогать друг другу, ну и так далее. Ну и помните самое главное, что что бы ни происходило, где бы то ни было, все начинается отсюда. Поэтому наша голова, наше мышление и наш настрой определяет, кем мы будем после окончания карантина. Определяет, притянутся ли клиенты к нам, или они от нас шуганутся и скажут, да ну их нафиг. Помните именно об этом. Мы не можем спасти человечество, но мы можем начать с себя. 1 мая стартует новый поток рерайтера жизни. Я вас искренне приглашаю, ссылку всегда оставляю под видео. Приходите, потому что это на данный момент лучшее, что вы можете сделать со своими мозгами, для того, чтобы не сойти с ума. А затем в трезвом состоянии, с пониманием того, что происходит, как происходит, что я могу дать своему клиенту, ворваться в этот мир и наконец-то расставить все точки над буквами И, где вы являетесь победителем. Всем замечательного дня. Я в Макдональдс за кофе и домой сидеть буду там. Пока.